МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это время новостей на МТВ в студии Илья Власенко. И вначале коротко о событиях этой среды. В администрации Волгоградской области подвели итоги деятельности сотрудников окружных управлений МЧС России по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. В областной думе состоится заседание экологического совета. А на стадионе «Зенит» студенты примут участие в спортивно-творческом мероприятии, приуроченном ко дню студента. Об этом и многом другом мы расскажем чуть позже. Смотрите в этом выпуске. В рамках празднования Дня российского студенчества волгоградская молодежь приняла активное участие в донорской акции «Я студент, я донор». Школьникам Волгоградской области в новом уроке цифры рассказали о метеорологии, как науке и научили предсказывать погоду самостоятельно. Полицейские Волгоградской области выступили в роли Деда Мороза и подарили подростку из Лавлинского района боксерские перчатки. А в Музее изобразительных искусств имени Машкова открылась выставка «Сталинградская битва и 1418 дней войны». В рамках празднования Дня российского студенчества волгоградская молодежь приняла участие в донорской акции «Я студент, я донор». Сегодня более 50 юношей и девушек почувствовали себя настоящими героями, которые могут спасти не одну жизнь. Ребята сдали кровь и ее компоненты для пополнения банка крови региона. «Сдал кровь, день прожил не зря» – этим студентам выражение хорошо знакомо. Для многих из них регулярная сдача крови стала привычным ритуалом, который позволяет осознать значимость и необходимость этой процедуры. Ребята признаются – быть донором почетно. «Это не первая моя акция, потому что это помогает людям круто быть полезным. Это такой жест, это же несложно прийти и сдать кровь. Кому-то это может спасти жизнь». Люди, пострадавшие от травмы ожогов, потерявшие кровь после операции, пациенты с онкологическими заболеваниями – это не полный список тех, кому помогает переливание крови. «Я увлекаюсь волонтерством, также мне нравится что-то дарить, какую-то свою деятельность. Я могу сдать кровь, кому-то помочь, может спасти жизнь даже». Этот вид благотворительности доступен многим. Цель донорских акций – пополнение запасов регионального банка крови. Однажды, сделав такое важное, доброе дело, студенты возвращаются снова и снова. «Это не единичная акция, это не какой-то единичный поступок. Мы на протяжении года регулярно приходим на станцию переливания со студентами разных вузов, сдаем кровь, предварительно рассказывая этим же студентам, как подготовиться к донации». Подготовка к процедуре несложная. Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, соленую и острую пищу. Не стоит принимать лекарственные препараты, все это может отразиться на качестве крови. Перед самой процедурой врачи рекомендуют выспаться и плотно позавтракать. После сдачи крови особых рекомендаций соблюдать не требуется. Нужно лишь воздержаться от курения и пить больше жидкости. «Мы берем безопасную дозу для организма крови, которая не должна повлиять. Естественно, рекордов ставить не надо. Какие-то тренировки лучше исключить, особенно пробежки, особенно требующие именно кислородной поддержки для организма». Между донациями нужно соблюдать интервал в 60 дней. Стандартная доза забора крови – 450 мл. Это лишь 10% от общего объема крови в организме человека. У новичков берут на 100 мл меньше, чтобы не навредить донору и понять, насколько стойко он переносит процедуру. «Ну, на самом деле, давно хотела сдать кровь, но мне не было 18, поэтому не было такой возможности. Вот сейчас могу и хочу. Очень много людей нуждаются в крови или в компонентах крови. А лично для меня никакой проблемы не составляет прийти и сдать кровь. Мне это не трудно, и я думаю, что другим тоже не трудно, и они должны к этому приобщаться». Спасти чью-то жизнь намного проще, чем кажется. Процедура сдачи крови занимает минимум времени. Она одновременно помогает и тем, кто нуждается в переливании и держит в тонусе организм самого донора. В 2022 году молодые активисты региона сдали около 200 литров крови. Общее количество доноров в области достигло более 18 тысяч человек. Благодаря им в медицинские учреждения направлено свыше 13,5 тысяч литров донорского материала. Для того, чтобы сдать кровь и помочь людям, нужно обратиться в Волгоградский областной центр крови. Больше миллиона жителей Волгоградской области прошли бесплатную диспансеризацию в 2022 году. Активно участвовали в профилактических медосмотрах и несовершеннолетние. За минувший год состояние своего здоровья проверили больше 400 тысяч юных жителей региона. В эти дни под особым контролем медиков остаются те, кто перенес коронавирус. Такие пациенты проходят углубленную диспансеризацию. Коронавирус почти отступил, но оставил отпечаток на организме перенесших его граждан. Медики отмечают, переболевшие COVID-19 должны тщательно следить за своим здоровьем. В 2022 году углубленную диспансеризацию после новой коронавирусной инфекции в регионе прошли более 190 тысяч человек. Регулярное обследование позволяет на самых ранних стадиях выявлять заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем и злокачественные новообразования. Ежегодно увеличивать охват населения медосмотрами, повысить качество обследований позволяет участие Волгоградской области в реализации рекпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». За последние два года для поликлиник Волгограда и области закуплено более 370 единиц современного диагностического оборудования. До конца 2025 года в медучреждения поступит ещё 250 единиц техники. Губернаторская программа предусматривает капитальный ремонт поликлиника Волгограда Волжского центральных районных больниц, обновление автопарков медучреждений, строительство новых больниц, сельских флапов и кабинетов врачей общей практики. В ходе выездного совещания с представителями областного совета ветеранов губернатор Волгоградской области оценил реконструкцию стел на Аллее Героев в Волгограде и поручил дополнить профильную программу обновления мемориалов, добавить в неё ещё 250 объектов. Полностью работы по программе будут завершены к юбилею Великой Победы в мае 2025 года. Системная работа по приведению в порядок памятных мест, посвященных защитникам Отечества, идёт в Волгоградской области с 2019 года. Ремонт и реставрацию специалисты выполняют по двум программам. Помимо федерального проекта «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» в 2021 году разработан региональный план. К концу этого года будут обновлены 134 объекта. В предыдущие два года только в Волгограде в порядок привели 16 объектов. Андрей Бочаров осмотрел Аллею Героев в Волгограде, где уже частично завершена реконструкция на участке от улицы Чуйкова до проспекта Ленина. «Если бы мы не занялись этой работой, то это всё могло завалиться. Оно на самом деле уже практически находилось в аварийном состоянии, это так. Но своевременные принятые решения, меры, профессиональная работа строителей, реставраторов, всех, кто принимал в этом участие, помогла реализовать этот проект». Специалисты заменили бетонные основания, прежнее пришло в негодность. Восстановили стелы, установили светоточки. Теперь имена героев отчетливо видны в любое время суток. «Старые световые опоры демонтировались и в точную копию делали старых световых опор. Был заменен гранит, были отлиты заново внутри стелы, заменено освещение, реставрированы буквы». Работа по сохранению исторического наследия памятных мест будет продолжена. В одном только Волгограде в этом году приведут в порядок еще 39 объектов. «Из 16 и 14 на сегодняшний день готовы. Еще два мы до 1 февраля заканчиваем. То есть 16 – это 150 миллионов денег, которые были выделены. Из них областной бюджет и федеральный бюджет попал». Все планы по восстановлению исторических мест, памятных мест памятников выполняются в полном соответствии с теми задачами, которые еще в 2021 году поставило перед властью ветеранское сообщество. «Все планы по восстановлению исторических мест, памятных мест, памятников выполняются в полном соответствии с теми задачами, которые были поставлены в 2021 году ветеранским сообществом. Сейчас мы приступили к реализации проектов в 2023 году. Ну и, конечно, задача стоит достаточно серьезная. К 80-летию Великой Победы все памятники, памятные места, исторические места должны быть проведены в надлежащее состояние». Глава области еще раз акцентировал внимание, что работы на Аллее Героев проведут в несколько этапов. До 9 мая 2023 года на отрезке от улицы Чуйкова до проспекта Ленина. А к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне завершат часть от проспекта Ленина до площади Павших Борцов. Волгоградцы уже оценили обновленный вид одной из главных пешеходных улиц города. «Качественно мы здесь живем в центре, мы видели, как здесь проходили ремонт и брусчатки, и памятников. Да, качественно, красиво все выполнено». К 2025 году будут благоустроены и отремонтированы свыше 250 памятников, памятных мест и братских могил, установленных в районах Волгоградской области. Чтобы было уютно и комфортно, жители Волгограда смогут определить территории для благоустройства в 2024 году. Предварительные обсуждения и перечни объектов пройдут с 25 января по 17 февраля на сайте администрации областного центра. В предварительном отборе принимают участие 23 объекта. Список составлен на основании предложений горожан. В региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» волгоградцы принимают активное участие с 2017 года. Парки, улицы, скверы и другие общественные территории города-героя ежегодно облагораживают и обновляют. Особую роль в этом процессе играют волгоградцы. Кому, как не им, лучше знать, на что следует обратить внимание в первую очередь. В этом году волгоградцам предстоит определить перечень общественных мест для благоустройства в 2024. На официальном сайте администрации Волгограда до 17 февраля горожане обозначат 8 локаций для благоустройства. После этой даты их включат в рейтинговое голосование, которое пройдет весной этого года. Реконструкцию объектов, набравших наибольшее количество голосов волгоградцев в 2024 году, приведут в порядок в первую очередь. Практика рейтингового голосования работает в регионе с 2017 года в рамках проекта «Формирование городской среды». Именно волгоградцам принадлежит инициатива дать название парку в пойме реки Царица, Александровскому саду, площади Павших борцов и другим объектам города. На основании голосования в 2022 году муниципалитет принял решение о реконструкции в 2023 территории у музея Старая Сарепта в Красноармейском районе. В Советском запланированы работы по благоустройству бульвара по улице Казахской. В Центральном районе благоустроят сквер Сурский, пешеходные зоны вдоль улицы Коммунистической и улицы имени Ленина. Вторую очередь территории между поймой реки Царица и пешеходным мостом к Речпорту. В Тракторозаводском предстоит обновить бульвар по улице имени Держинского, а в Краснооктябрьском – бульвар по улице имени Титова по четной стороне. Волгоградцы не безразличны к облику родного города. Каждому из нас приятно чувствовать причастность к теплым комментариям, которые ежегодно оставляют о меняющемся в лучшую сторону в Волгограде туристы. В Держинском районе в строящейся школе на 1280 мест специалисты приступили к возведению наружных стен первого этажа. Учебное заведение на улице Картоева строится в рамках регионального проекта «Современная школа нацпроекта образования». Интересно, что здание спроецировано таким образом, что младшие, средние и старшие классы будут учиться раздельно. На завершающем этапе здесь смонтируют слой утеплителя и вентилируемый фасад. Подрядчики продолжают монтаж монолитных конструкций третьего этажа и прокладывают наружные сети водоснабжения. Ежедневно на объекте трудится 65 человек и 6 единиц техники. Для учащихся в школе оборудуют два спортивных зала и спортгородок, актовый зал. Предусмотрены театральная студия, лингофонные кабинеты, библиотека, профильные мастерские, лаборатории, современный медицинский и пищеблок. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в здании школы появится лифт. Школа по улице Картоева станет очередным современным образовательным учреждением в Волгограде, построенным в последние годы. В Кировском районе сдана школа на 800 мест, две школы на 1000 мест построены в Советском и Красноармейском. Такие же школы строятся в Рашиловском районе по улице Кузнецкой и в Держинском по улице Шекснинской. Определены подрядные организации, которые спроектируют и построят школы в микрорайоне Комарова, Советского и поселке ГЭС Тракторозаводского районов. Надеть легкую куртку или теплое пальто? Какую обувь выбрать и захватить ли с собой зонтик? Выходя из дома, ответы на все эти вопросы ежедневно ищем почти все мы. Определиться помогает прогноз погоды. Но мало кто из нас задумывается, кто и с помощью чего его формирует. Возможность узнать о метеорологии подробнее и научиться предсказывать погоду самостоятельно представилась школьникам Волгоградской области в новом уроке цифры. Как в создании прогноза погоды помогают технологии, а как коты узнала Дарья Коломыченко. В учебном центре Комитета информационных технологий вновь многолюдно. Для школьников региона это второй в этом году урок цифры. Тема прогнозирования погоды. То, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Мы открываем прогноз в гаджетах и ищем ответ на вопросы, что надеть, обуть, брать зонт или не брать. Определить погоду за окном нередко могут метеозависимые люди и даже коты. Например, если кошка спит на спине, значит день будет ясным и солнечным. А если свернулась клубком, ждите холодов и морозов. Прогноз погоды, конечно, полезный. В целом информация довольно понятна. Была известна раньше, но были также интересны факты некоторые. То, что можно пока там определить. Но это народные приметы. Специалисты давно ориентируются на информационные технологии. В прогнозировании погоды задействовано огромное количество специалистов, приборов и техники. Работают самые мощные компьютеры мира. Школьникам рассказали, для чего нужны метеорадары и метеостанции. Какие из технологий используют в нашем регионе. И почему большую часть работы в прогнозировании погоды берет на себя искусственный интеллект. Это необходимо, это жизненно необходимо для того, чтобы в считанные секунды обрабатывать большие массивы данных. Как было уже сказано ранее, мы получаем информацию с множества метеостанций, метеодатчиков, барометров, температурных приборов и так далее. И для того, чтобы нам все это совместить и обработать в ускоренном режиме, необходимо применение искусственного интеллекта. Искусственный интеллект обрабатывает информацию по определенным алгоритмам и строит максимально близкую к реальности картину мира. В данном случае прогноз погоды. На этот час и на несколько часов, дней и даже недель вперед. Технологии позволяют делать прогнозы в разы точнее. Пользуюсь я на испогоды, посмотреть, как надо одеваться, если холодно, если тепло, как надо одеться, выйти, посмотреть, когда будет ливень, чтобы не выходить из дома. Интересно стало то, что много людей должны участвовать в том, что это все обрабатывает искусственный интеллект. Но это было интересно. Урок цифры – всероссийский образовательный проект, который проводится с 2018 года. Темы разные, но все они помогают ребятам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Эта тема довольно интересная и опять же создает общий тренд, который есть на сегодняшний момент в Российской Федерации, а именно не только проникновение информационных технологий во все сферы жизни общества, но и также применение в рамках этих технологий еще искусственного интеллекта. Это второй урок за текущий промежуток года, еще планируется как минимум 6 до конца 2023 года. В Волгоградской области уроки цифры проходят в рамках федерального проекта кадры для цифровой экономики национальной программы «Цифровая экономика» на протяжении четырех лет. Регион входит в число лидеров проекта в России. Дарья Коломыченко, Дмитрий Макаров, Время новостей. Цифровизация помогает и на производстве. Почти 2 миллиарда рублей направили волгоградские промышленники на внедрение информационных технологий в 2022 году. Показатели на 43% больше, чем годом ранее. Итоги работы, а также задачи для реализации в сфере IT-технологий рассмотрели на заседании рабочей группы по цифровому развитию промышленности с участием представителей ведущих предприятий и вузов региона. Участники представили практики внедрения цифровых инструментов для автоматизации производственных процессов. Благодаря применению отечественных разработок предприятия, на которых применяются цифровые технологии, практически не зависят от внешнего давления и санкций. Компании региона направляют на эти цели существенные средства. Ощутимую помощь в этом вопросе оказывает государство. Производство могут получать кредиты под низкий процент. Проекты уже доказывают свою эффективность. Мощности предприятий используются более оптимально. Это обеспечивает повышение производительности труда. Цифровая трансформация Волгоградской области проводится в рамках утвержденной президентом России национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, национальной программы «Цифровая экономика», а также благодаря инициативам и проектам предприятий и организаций. Губернатор Андрей Бочаров отметил колоссальное значение цифровизации. Для реализации поставленных задач в регионе создадут филиал Всероссийского инновационного центра, а также специализированный IT-парк. В Быковском районе 34-летний местный житель за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет в своей квартире троих иностранных граждан. В Огродищенском районе на стационарном посту ДПС у пассажира автомобиля обнаружили запрещенные вещества. В центральном районе Волгограда мошенники обманули местную жительницу и похитили у нее свыше 1 миллиона рублей. Сводку происшествий за минувшие сутки представит сотрудник пресс-службы регионального главка МВД России Яна Маркина. В Быковском районе полицейские выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. 34-летний местный житель за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет в своей квартире троих иностранных граждан, которые фактически проживали в других районах области. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Городичинском районе на стационарном посту ДПС сотрудники госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль Датсун. Служебная собака подала полицейским знак, что у пассажира находятся запрещенные вещества. В ходе личного досмотра у 37-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли наркотик мифедрон, который молодой человек хранил при себе в целях личного потребления. По данному факту проводится проверка. Законодательством за содеянное предусмотрено наказание от трех до десяти лет лишения свободы. В центральном районе мошенники обманули местную жительницу и похитили у нее свыше одного миллиона рублей. В телефонном разговоре неизвестные представились сотрудниками службы безопасности банка и предложили перевести сбережения на так называемый безопасный счет. Доверчивая Волгоградка согласилась и перевела крупную сумму денег на номера расчетных счетов, которые ей продиктовали звонившие. Полицейские Волгоградской области выступили в роли Деда Мороза. Они исполнили желание 16-летнего подростка, жителя Илавлинского района. Ежегодная всероссийская акция «Елка желаний» объединяет многих людей, которые дарят подарки не только в новогодние праздники. Анвар Габибулаев из многодетной семьи, мальчишка занимается боксом и мечтал о тренировочных перчатках. Письмо со своим желанием подросток под Новый год отправил на сайт елкожеланий.рф. Сотрудники Лавлинской полиции рады принять участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выполнить желание жителей Лавлинского района Габибулаева Анвара. Ему 16 лет, он занимается боксом и его желание – он бы хотел новые боксерские перчатки. Сотрудники полиции пожелали мальчику крепкого здоровья, успехов и в учебе, и на ринге. Радость и восторг переполняли подростка. Сам дома тренировался – гантели, гири, штанги, груши. И турник папа построил на улице. Очень обрадовал подарок. Да, это именно те, которые я хотел, и в дальнейшем буду получать с помощью них первые места. Не остались без внимания и трое младших братьев Анвара. Полицейские вручили им сладости и игрушки. Задорные танцы, частушки и страдания – весь спектр чувств позволили испытать зрителям артисты Волгоградской консерватории имени Серебрякова на концерте «Зимняя вечерка». В мир прекрасной народной культуры погрузилась и наша съемочная группа. Зимние вечерки – традиционная форма досуга молодежи в прежние годы. Холодными вечерами наши предки собирались вместе, чтобы отдохнуть душой. Для этого им не нужны были ни гаджеты, ни интернет. Потанцевать и попеть в большой компании мог каждый желающий. Я родилась, росла до 17 лет в деревне. У нас что делаем – и поем, что делаем – и поем. На улицу идем, вечеринки, какие у нас в деревне были. Сели и поем на лавочках, скамеечках. В конце 19-го – начале 20-го веков в России появилось множество музыкальных произведений в народном стиле, но в своем неповторимом звучании. Почему мы взяли именно 19-й и 20-й век? Потому что сейчас традиционно в старинном стиле эти вечерки не проводятся в самих деревнях. Мы их реконструируем и исполняем, конечно, показываем зрителям на сцене. Когда молодежь гуляла по деревне, ходила каледовала и получала за это подарки. Участники ансамбли виртуозно исполнили и вокальные, и инструментальные номера. В программе прозвучали народные песни, частушки, припевки и страдания. Уникальность этого музыкально-поэтического жанра в том, что когда поводов для веселья мало, частушки и страдания помогают преодолеть трудности. На сцене консерватории прозвучала и инструментальная музыка различных регионов России. Подблюдные и карагодные песни никого не оставили равнодушными. Мне все понравилось, было замечательно, много впечатлений. И мне нравится, потому что я этим тоже занимаюсь. Для любого выступления особенно важно уметь прочувствовать тему и передать ее настроение. Фольклорные произведения не исключение. Каждый раз студенты Серебряковки долго репетируют, но порой переживания берут вверх. Конечно же, такая еще легкая тревога, что ты можешь что-то забыть, потому что это дело такое, что ты за кулисами все помнишь, выходишь, тут столько людей. И, конечно, с этим можно справиться, но не всегда это удается. Но когда вы в коллективе, когда вы единый коллектив, когда вы все вместе, с этим очень легко справиться. Образы народной музыки и песни всегда эмоциональны, заразительны. И в наше время они продолжают влиять на культурное развитие молодежи. Народная музыка, народные пения, танцы, они содержат в себе наш такой русский народный генетический код, который мы передаем. Причем передаем именно через искусство, через пение, через музыку. А музыка, как известно, искусство эмоциональное. Народное искусство – яркое отображение жизни людей, их восприятия окружающего мира. Оно основано на древних культурных традициях, которые бережно передаются из поколения в поколение. Дети должны это слышать, видеть, заниматься, впитывать, потому что это наше родное, наши корни, без этого никуда. Современная, конечно, музыка – это хорошо, но мы должны знать свои корни, свое начало, и тогда у нас будет хорошее будущее впереди. В народном творчестве каждый видит свой уникальный смысл. Народные песни, народные танцы, они нас вдохновляют, вселяют просто силу жизни какую-то нам дают, и мы просто расцветаем. Ходим, когда на репетиции, просто бежим всегда, и душа поет. Это, короче, то, без чего мы просто не можем уже. И зрители, и артисты Серебряковки убеждены. Русское народное творчество – бесценное достояние, которое необходимо передавать из уст в уста, из века в век. Анна Полякова, Александр Шишин. Время новостей. Сегодня в Татьянин день студенты по всей стране принимают поздравления. В День российского студенчества с профессиональным праздником их поздравили и волгоградцы. В эфире Ваши новости. Сейчас два образования – это обязательно. Либо экономика и юриспруденция, либо там, если технарь, то что-то еще дополнительное. Учитесь, потому что стране требуются специалисты. Не упускать возможности. Браться за все, что возможно в студенческие годы, чтобы не жалеть ни о чем. Учиться, сдавать сессию вовремя, без хвостов. Ребят, так реально веселее, интереснее. Ну и, честно скажу, один секрет. Готовиться надо в ночь перед экзаменом. Тогда все хорошо, все помнишь, ничего не забыл. Чтобы никакие трудности не коснулись. И чтобы в полной мере ощутили всю радость молодости, жизни, веселья, радости, удовольствия. Студентам пожелать, чтобы зимой в кедах босиком не ходили. Да, чтобы здоровыми были. Здоровое питание, чтобы было. Чтобы зарядкой занимались, спортом. Самое главное, чтобы каждый студент, который уже, как говорится, на выходе находится, чтобы он нашел себе работу по душе. Выбирать ту профессию, которая им по душе, стремиться ко всему в дальнейшем. Ну и с наступающим праздником. Дущим выпускникам определиться четко с той профессией, с которой они хотят связать свою судьбу и идти к своей цели. По народному календарю сегодня Татьянин день. День памяти святой мученицы Татьяны Римской. И именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Так, Татьянин день стал официальным университетским днем, а святая Татьяна стала покровительницей студентов. О приметах, традициях и запретах в этот день расскажет Алексей Ичевский. Здравствуйте! В эфире МТВ «Народный календарь» в студии Алексей Ичевский. И сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Православная церковь сегодня почитает святую мученицу Татьяну Римскую. Раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пытками за веру при императоре Александре в III веке. Второе, более древнее название праздника – Бабий Кут. На Руси так назывался Бабий угол – место у печи, где находились предметы домашней утвари, и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день большуха, старшая хозяйка в семье, пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы один кусочек. Кроме того, в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. В народе говорили – Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет. С ведением хозяйства связано еще одно поверье этого дня. Считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой. Такую любой возьмет замуж, но свою судьбу хотят найти все. Поэтому на Бабий Кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха. Причем так, чтобы свекровь не нашла. Впрочем, опытные матери семейства об этом обычаи знали и на порог пускали далеко не каждую девицу. Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое. А вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато, если небо было ясным, а на дворе стоял морозец, крестьяне ждали хорошего урожая. Сегодня нельзя отказывать в помощи. Если помочь другому человеку, в этом году ждет удача. Стоит обратить на это внимание женщинам и студентам, а также, когда просят о помощи женщина или студент. Особенно это касается тех случаев, когда нужно поделиться своими знаниями и опытом. Кстати, о студентах. Сегодня им нельзя выбрасывать мусор и выносить что-то из своей комнаты. Можно вынести удачу в учебе и забыть полученные знания. Также учащимся нельзя сидеть тихо, вести себя незаметно. По поверьям, Татьяна не заметит таких студентов и не сможет им помочь. По народным приметам, нужно покормить бродячих животных и птиц. Это принесет вам богатство. Девушкам, которые мечтают наладить личную жизнь, и женщинам, которые хотят больше семейного счастья, в этот день следует заниматься домашними делами и убираться, стирать, готовить, рукодельничать, ну и так далее. Сон, приснившийся в ночь на 25 января, может быть вещей. Особенно обратите внимание на добрый, яркий, четкий и с участием людей, которых вы знаете в реальности. Такой сон обычно сбывается в течение месяца. Ну а теперь настало время поздравить наших дорогих именинников. Галактион, Илья, Макар, Пахом, Петр, Сава, Татьяна. От всей души поздравляем вас. Кстати, если в этот день родилась девочка, она станет хорошей хозяйкой, у которой в доме будет полный порядок. Также она будет способной к наукам. Мальчик, родившийся в этот день, будет активным, деятельным, добрым и отзывчивым. Общительным, ну и, конечно же, дружелюбным. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня. И помните, только на НТВ, несмотря на приметы и прогнозы синоптиков, всегда хорошая погода. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока. В 14.30 в очередном выпуске программы «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым вспомним, почему городской транспорт в Советском Союзе ждали почти с таким же трепетом, как и любимого человека. О своих лихих способах езды в метро, троллейбусах и трамваях, а также сколько счастливых билетиков было съедено, расскажут ныне солидные, известные всей стране люди. Программа также напомнит, как помогали советские таксисты сотрудникам милиции и почему чай был вкуснее в поездах, а еда в самолетах. Смотрите сразу после этого выпуска новостей «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Это были все новости к этому часу. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Подробная лента новостей на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на rutube.ru. Не пропустите главное – подписывайтесь на наш канал в Зене. Встретимся в эфире уже в 17.00. Оставайтесь с нами. Сегодня в Волгограде без существенных осадков ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха – минус 2, минус 4. Субтитры предоставил DimaTorzok